Здорово, друзья! Продолжаем проходить мы сталкера! Вот мы уже на территории чернобыльской атомной электростанции! Да, тут будет, конечно, опасно... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ономалий-то тут как много!! Тут наверняка и радиация должна быть, вообще-то заебическая но почему пока этого не ощущаю ну ладно гравит и гравит гандурас ты зашевелились успокойте хорошо то ребятки боюйте боюйте давайте покажите монолитовцам кто тут папка у кого техника есть большая твою мать радиации не видит пока это еще очень много снайперов у них может взять и снегские патроны а можно в принципе и плюнуть на них по вертушкам стреляйте дебилы а не по мне а а много то не потому будьте побежал но у нас оптика это настоящий боец самый величайший боец зоны у нас тут по щекотать пришел все пригодится че тут, ребят? все пригодится оhhh любость-то такая огонь настоящий боец Да вот. Мать, а. Все красное, все дергается, но надо выбросить еще очень много. Поэтому я успею. Так, что у тебя тут, брат? А, вот это да, вот это сокровище, спасибо. Больно. Бульдозер на дороге? Какого хрена? Зачем причесывать бульдозер? Ах ты, черт, вспышки. Так, труселька. Эй, по мне-то зачем, ребята, вы чего? О, я зону хочу спасти, вернее вас от зоны, ну, короче, кого-то хочу спасти, короче, из себя. Офигенно, я добежался, что-нибудь влепо. Я обычно так далеко не бегал. Зачем побежал так далеко? О, патронов-то как много у тебя. Зажиточный ты. Мой-то ты что, голубой, что ли? Заводри, не забывай. Зачем это будешь мой, поэт мужик. Возьми, я что-то вообще запутался. О, а это он топ-1, наконец-таки. Давно пора. Так. Ладно, я чувствую свою безнаказанность полную. Выброс, командир, валим нахер. Двигайтесь, да, выброс. Мы утреем. Давай, 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 сваливаем. Сдохнет, наконец-то. Ломать мясо. Ух, красота какая, а. Ради этого стоило тут побегать. Ой, е-мать, где же вход-то это? А, вот вход. Да, 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 все в порядке. Я просто до него не добежал немного. Это странно, тут должны быть люди. Которые не дают мне войти. Не дают сил. Выброс. Раз, следу, число. Вот, все. Фух. Что-то как-то потно, но при этом я отдаю себе отчет, что я всегда, когда проходил этот момент, мне было очень напряженно, и то, что меня постоянно валили. Возможно, из-за того, что я не находил вот этот армейский бронекостюм, из-за этого меня проносили просто на раз-два. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Иди ты в жопу. Кто такой вообще, чтобы мне указывать, что мне делать? Так, ладно. Тут очень много монолитовцев. Особенно их много в той зоне, где центр управления, собственно. По понятной причине. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Так, ладно. Иду, иду к тебе. Все. Не переживай. То давление поднимется. Вознагражден будет только один. Первый сетю чуть-чуть патроны нет. Мне как-то можно и то, и то. Так, ладно. Вот это вот мне не нужно. Выбросить, например. Иди ко мне. Выбросить. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Да заткни стей. Замесо наточиться. Так, что мне еще не нужно будет? Какая антирада. Слизь зачем-то мне тут. Вознагражден будет только один. Вот все. Умешь четыре пушки. А мне достаточно. Хе-хе, до конца игры хватит. О, воздоповик. О, какой-то опасный. Если бы были коридоры очень узенькие, а не такой большой проход, ты был бы на коне. А его цель какая? Почему так только сдох? Ладно. А вот сейчас хорошо было. Вот хорошо. Если бы не мой супер-прутой бронекостюм, ты бы меня убил. Твоё желание скоро исполнится. Иди ко мне. Останавливайся. Лови, лови. Как вы красиво летаете, ребята! Давай коперфильды! Завершён человек. Завершён человек. Иди ко мне. Ну, вы просто эксперты. Какая-то я че, где-то. Ну, понимаете? Блин, а потом все меньше и меньше. Твой путь завершается. Иди ко мне. Да иду я к тебе. Терпение ты имеешься какой-то. О, всё-таки... Ладно, подключайся вот на эту пушку. И будут патроны. Само главное. Пришло время. Я вижу твоё желание. Какой ты хитрый. В смысле, он идет после ничего не делает? Ему жизнь надоела? Или бы они вообще мозги скисли? Блин, они меня тупо не видят. Они думают, что я сдох. Это тебе маскировка, конечно. Иди ко мне. Ну-ка, ладно, я же помещаться. Лавить, ребят. Что-то там плену есть. Ну, или, или. Ну, ладно, будь с фонариком. Хоть какую-то и им фору дать. Вознагражден будет только один. Кому продавать-то тут? Это чупакабри, явно не хотят саму торговать. Чё с ним такое вообще? Я даже как-то буду с ним нашел. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Ребят, по кушке чуть-чуть. В смысле, куда труп исчез? Путь завершен, человек. Нормально. Сразу видно, монолит. Тут может происходить все, что угодно. Враги просто не хотят стрелять. Идут напролом. Трупы исчезают. Голос обставин на голове. Патроны включены. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Твоё желание скоро исполнится. Иди ко мне. А ты был хорош. Твой путь завершается. Иди ко мне. Не раз звездить-то уже, а? О, ганс. Патрончики. А, конечно, это одна из самых лучших, которым ты спрашиваешь. Пришло время. Я вижу твоё желание. Твоё желание скоро исполнится. Иди ко мне. Да погоди ты. Исполнится замечательно. Ира. Твой путь завершается. Иди ко мне. Да ладно. Лови. Ох, я. Вот именно что. Тактика какая должна же быть в тебе в голове-то? План какой-то к уничтожению врага. Вот так считаю территорию. Твоё желание скоро исполнится. Иди ко мне. О, вау. Вот эта пушка посерьёзнее будет. Тянем. Так. Повреждения больше. Да. Дамагу-то больше, а с вами. Путь завершён, человек. Иди ко мне. Так, хлебушек. Патронов слишком много я понабрал. Иди ко мне. Ты обретёшь то, что заслуживаешь. Избавить мир от зоны. Твоё желание скоро исполнится. Иди ко мне. Ну как я вовремя это сделал. Блин. Ха-ха. Чё-то мне кажется, скоро покрамсает мою бронь. Но на крышах есть 100% армейский парнижилет. И я его не пропущу. И стоит точно такую же. Хранила моё спорта выбрать. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Так, просто раз у вас получилось, ребят. Будем этим стрелять. Иди ко мне. Да, это уже успели покуцать. Хотя совсем чуть-чуть в нём проходил. Ладно, только не нужно будет думать о том, как бы патрончики сэкономить. Ну, вернее, как бы выкинуть чего. Может, это в скелете всё-таки можно приносить вазу больше. Будет только один. За аномалии, это в такая. Телепорт, какие-то чудовища. Вот и всё, балбесы. Это, конечно, жёстко. Но мы дошли до потайной двери. В бою? 30 человек! Твою мать! Как всех их умертвить-то? Ну, покажись! Точность хорошая. Походите, да? Так, ладно. Здесь 3D-ридеют. Оооо, ну, со всех, со всех сторон стреляют. Но я даю им шанс. Я не использую аптечки, бинты на какую-то ключевую точку, кнопку. Я даю им шанс проявить, пока я в инвентаре. Слинял собаку, блин, я рядом с тобой стою. Что у них быстро много? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Был не наказан за свою невнимательность. Никола. Твоюж, налево. Там Гаусс. Ну? Кто-то хочет получить пульку. Хороший такой. Тяжеленькую, пробивную. Мучиться не будете. Ну, не хотите, как хотите. Хочу граждан уговаривать на одно что-то. Не откройте мне дверку, а? Ну, нет, так нет. Буду искать другой путь, хорошо, ребята. Все равно вас кара настигнет, но чуть позже. Могли бы схлестнуться сейчас с клинками. Хорошо сидел. Уверен. И еще чуть-чуть, и что-нибудь бы высидел. А тут я пришел не вовремя. Что? Ну ладно. Второго такого шанса игра вам не подарит. Ух ты. Тоже неплохо. Э? Ну где-то, мразь. Что вовремя, а? Вроде почти новое натовское оружие должно хорошо служить долго. В таких условиях. Блин, плохо. Сгрусовка-то нас? Пусть пять штук. Хорошо. Так. Какой-то серонов нет? Удивительно. Тоже без серонов-то. Так, что тут у тебя? О-о-о-о. Красота. Уже у вас много, ребята. Откуда вы столько понадыбли патрон таких хороших? Как раньше в Греции, у монолитовцев есть все. Кроме мозгов. Я его убил, нет? Ладно. Ладно, не хочу входить. Я сам выйду. Смотри, фонариком тебя даже посвечу. Пустой баллон. Обидно. Ух ты, еще один экзешник. Главное, экзешники, не проворонить. Реально очень много. Охренеть, патрон у меня, конечно, 9х39. Все равно нет? Хорошо. Там еще армейский бронежилет точно будет на крышах. Ух ты, как, ребята, у вас тут полно-то. И две голосовки. И номинально. И бинтик. Приятно. Мелочи приятно. Размолотите, размолотите, конечно. Во. Армейский бронекостюм еще один. Он, конечно, хорош, но экзоскелет получше. К тому же я могу приносить кучу всего. Прижми его, прикрой меня. Прижми, прикрой меня. Страну вас, ты боишься. О-о-о, минус два. Слышь, обмениваешь. Слышь, в жопе у тебя камыш. Так. Такие непрекаянные, спокойные зашли, блин. Как будто они музыку слушали и ни хера в этом мире не существовали. Это как? Чего они такие странные, ребята? Что немножко надо взять? Сидорыч не простит, если тушенку буду оставлять. Момент истины. Полтургисты огненные, защитники. Полтургисты огненные, защитники. Не получается ножом. Блин, еще клинит, да ладно. Такой момент. О-о-о-о, жопа горит уже. Сахаров? Ты ли это? Здравствуй, стрелок. Я вижу, у тебя ко мне много вопросов. Задавай их. А потом мы решим, что с тобой делать. С тобой-то я решу, что с вами делать, месье? Кто ты? Мы о сознании. Группа исследователей, которые поставили перед собой цель изменить мир. Известно, что Землю окружает особое информационное поле. Ноосфера. Она тесно связана со всеми разумными существами на планете и хранит все их мысленные образы. Мы решили подключиться к ноосфере и внести в нее изменения. Убрав все темное, что породило человечество, сделать мир идеальным. Ни один человеческий разум не обладает достаточной мощью, чтобы взаимодействовать с ноосферой. Поэтому мы объединили наше сознание. Что такое зона? Почему она возникла? Зона – это результат вышедшего из-под контроля эксперимента с ноосферой, информационным полем Земли. Мы собирались подключиться к ноосфере, чтобы исследовать возможность влиять на нее. Однако во время эксперимента произошел пробой, и энергия ноосферы хлынула на Землю, меняя все вокруг. Так образовалась аномалия, которую вы называете зоной. Что произошло со мной? Ты выбавший из механизма винтик. Во время одного из походов к центру зоны ты слишком близко подобрался к нам. Наша защита от проникновения считалась совершенной, но тебе удалось найти путь, о существовании которого мы не подозревали. Допустить, чтобы нашу тайну узнал кто-либо еще, мы не могли. Человечество пока не готово узнать правду о причинах появления зоны. Поэтому мы немедленно стали кодировать наших агентов на твое уничтожение. По невыясненной причине оборудование дало сбой, и мы не заметили, что ты сам оказался в числе сталкеров, которые попали под наш контроль. В результате ты получил задание убить самого себя. Монолитовцы — это агенты о сознании, которые защищают это самое осознание от того, чтобы кто-то проник к ним. Но они не осознали того факта, что будет крутой меченый, который перебьет просто всех агентов. Почему все произошло именно здесь? Чернобыльская АЭС была наиболее подходящим местом для наших экспериментов. Во-первых, после аварии 1986 года здесь осталось очень мало людей. Поэтому мы могли работать без опаски. Во-вторых, станция обеспечивала нас энергией, необходимой для работы установок. В-третьих, рядом со станцией находились мощные антенны, которые использовались в экспериментах по воздействию на сознание людей. Татустропа 1986 года тоже ваша работа? Нет. Нет, мы здесь ни при чем. Наш эксперимент начался уже после аварии на Чернобыльской АЭС. Что означает татуировка «Сталкер»? «Сталкер» — это название программы по кодированию человека на выполнение определенных задач. На подходах к центру зоны мы расположили несколько пси-установок. Самая крупная из них известна вам как «вжигатель мозгов». Все, кто пытается пройти к центру зоны, попадают под наш контроль. Затем они проходят кодирование, становятся нашими агентами и получают татуировку «Сталкер». Рассылая их по зоне, мы влияем на ход событий и обеспечиваем свою безопасность. Что такое грузовики смерти? Это транспорт, которым мы доставляем наших агентов в разные части зоны. Агенты внедряются в среду «Сталкеров» и выполняют задачи, на которые они были запрограммированы, даже не подозревая об этом. К сожалению, более половины агентов при транспортировке погибают, так как зона очень нестабильна. И что дальше? Что будет дальше, зависит от тебя. Зона медленно, но неуклонно растет. Наших сил едва хватает на то, чтобы сдерживать поток энергии ноосферы. Ты можешь присоединиться к нам. Наши силы возрастут, и возможно мы сумеем взять его под контроль. Ты можешь уничтожить нас. Тогда энергия ноосферы беспрепятственно потечет в зону. И к чему это приведет, неизвестно. Я отказываюсь присоединяться к вам, черти! Ну а что будет после этого? Как мы будем бегать по крышам, скакать, всех убивать, и зачищать зону от ее мерзкого воздействия на пауну, флору и все остальное. Это будет позже. Всем спасибо, успехов и удачи!